Уважаемые родители, этот ролик снят для того, чтобы вы понимали, что если у вашего ребенка есть проблемы, не надо закрываться дома, а надо пытаться идти и решать эти проблемы. Для этого, в общем-то, мы не работаем. Что касается наших детей, группы особенные, я хочу сказать, что изначально эти дети начинали заниматься индивидуально, поскольку у многих отсутствует речь изначально. И только спустя некоторое время возможны занятия в группе. Иначе ребенку очень сложно освоиться системой со временем и заданиями. Это киса. Коза. Мама-коза. Вот мама-коза. В доме тоже домашняя, да. Она и бывает. Вика очень красивая. Инна Витальевна, скажите, пожалуйста, какие трудности возникают при работе с такими особенными детьми? Ну, я бы сказала, что несколько трудностей. Во-первых, эти дети очень чутко реагируют на все, что происходит вокруг. И в какой момент ребенок среагирует на что или иное? Посторонний звук, включенную музыку, освещение, шум за дверью. Непредсказуемо, какая будет эта реакция, тоже непредсказуемо к этому надо быть готово. Во-вторых, то, что в принципе в любой группе есть в самом начале, когда дети начинают заниматься. Для того, чтобы занятие было эффективное, у детей должен сложиться такой коллектив. Когда мы не каждый сам по себе, а все вместе. Все вместе идем рисовать, все вместе идем танцевать, все вместе идем читать книжку, все вместе играем в игру. Но, учитывая, что эти детки особенные и где-то зациклены внутри самого себя, то им этот коллектив создать гораздо сложнее. Соответственно, их нужно постоянно чем-то заинтересовывать, чтобы они не расползались в разные стороны, не занимались кто чем хочет. А все-таки как-то следовали за педагогом в русле поставленной задачи, которая ставится на каждое занятие. Какое максимальное количество детей может быть в этих группах? Допустимо, с вашей точки зрения. С моей точки зрения, зависит от того, как строятся занятия. Если работает один педагог, то, наверное, не больше четырех. Потому что каждому нужно уделить внимание, каждому нужно помочь в чем-то, подсказать что-то. Поэтому, если их будет очень много, то качество будет от этого, конечно же, снижаться. Если же занятия построить так, чтобы, допустим, два педагога работали одновременно, то, может быть, тогда, может быть, шесть человек. Что могу сказать? Сколько детей, столько и пути реабилитации этих детей. Одинаковых детей нет. Не было и, наверное, не было никогда. Вот. Поэтому приходите в наш центр. Мы будем рады помочь вам и вашим детям. Редактор субтитров А.Семкин